Такой дорога до Собуровки была еще несколько лет назад с приходом в Саратовский район международного аэропорта Гагарин сюда пришла цивилизация Ну одно то что я ездил до города каждый день я еду час сегодня я ездю 15 минут до 6 квартала мне 15 минут езды вот отсюда вот я здесь живу 25 лет 23 года дороги здесь не было конечно жилье подорожало с этим здесь очень много у нас ну как и коренных жителей и очень много городских то есть очень много людей пенсионного возраста которые приехали сюда и живут например как на природе Соответственно им до города доехать в любое время там какие-то 15 минут и доехал Прогресс постепенно входит во все населенные пункты Саратовского района в Дубках к примеру в этом учебном году для юных жителей поселка свои двери распахнула пристройка к местной средней школе дополнительный корпус площадью 5000 квадратных метров предназначен для младшеклассников и рассчитан на 300 учеников На прошлой неделе здесь же в рамках проекта по поддержке местных инициатив состоялось открытие современной универсальной площадки На территории Александровского муниципального образования которое входит в состав Саратовского района изменения тоже возможны в случае присоединения его к городу Саратову Аналогичные перемены вероятны в Багаевском муниципальном образовании и красном текстильщике Речь о внесении трех поселений в черту областного центра ведется уже давно Как говорит глава района Иван Бабошкин городские программы по объему финансирования совершенно другие Люди понятно что встревожены, озабочены, обеспокоены, держат ли власть свои обещания Вот я хотел сказать что власть свои обещания сдержат и в присоединенной территории придет новая культура, придет городская среда То чего сегодня не хватает как раз в Саратовском районе Вот придет вот это вот асфальтированные дороги, тротуары, чистота и порядок И самое главное что каждая семья где-то капитализирует свое домовладение или недвижимость или земельные участки которые на этой территории имеются Сегодня никто не ставит перед собой целью отнять льготы у сельских жителей Потому что 131 федеральный закон позволяет сегодня в состав городского округа войти сельским населенным пунктом А статус сельского населенного пункта подразумевает под собой сохранение всех льгот Поэтому эта ситуация она и по-своему уникальна То есть в село придет городская среда, городские программы будут работать не в ущерб отсутствию льгот Или изменению какой-то тарифной политики этого не произойдет Опасения сельчан о возможном повышении тарифов рассеивает и председатель профильного комитета Лариса Новикова Если мы говорим по тарифам на конечной цене на газ То она не зависит от статуса городского сельского поселения Поэтому для данной категории жителей в этом отношении ничего не изменится Что касается стоимости электроэнергии Это вот самое наверное бурное обсуждение идут Вы знаете, что он также согласно законодательству У нас устанавливается тариф для городского населения И соответственно право правительства области, субъекта Применять льготный коэффициент для расчетов за электроэнергию Жителям, проживающим в сельской местности У нас на протяжении последних лет коэффициент применяется 0,7 И соответственно он так и будет дальше продолжаться применяться И как уже определили, что эти населенные пункты Даже при объединении с городом Саратовом сохранят статус сельского населения Соответственно льготный тариф, то есть пониженный с коэффициентом 0,7 Также будет для них применяться Что касается цен и тарифов на иные виды коммунальных услуг Это водоснабжение, теплоснабжение То тема эта как бы обсуждается В любом случае нами совместно с администрацией города и муниципального образования Будут предприняты все меры и рассматриваются любые, как говорится, варианты Чтобы именно стоимость тепловой энергии и стоимость услуг водоснабжения Не была выше для данной категории населения Поэтому я не думаю, что какой-то рост может быть И соответственно какой-то всплеск Мы считаем, что все должно остаться по крайней мере на том же уровне Возможно, может быть даже чуть ниже, но не выше Получается, жители поселений при присоединении к городу И сохранении прежних тарифов Помимо всего прочего смогут наконец Вводить своих детей в современную школу по благоустроенной дороге В любое время года спокойно добраться до областного центра А еще получить достойную работу И возможность пользоваться городскими программами Потому что село так выглядеть уже не должно